Танкисты, всем привет, всем хорошего настроения и где бы ты танкист не находился, я желаю тебе приятного просмотра. В любом случае, даже если ты сейчас работаешь в поте лица, не поголодая рук, все равно я хочу, чтобы ты на эти короткие 10-15 минут, ну реально попробовал отвлечься от всего и посмотреть этот ролик. Ребят, спасибо за просмотры, на прошлом видео, там мы сравнивали борщ и ИСУ-152, мы набрали порядка 2000 просмотров, я надеюсь мы на этом не остановимся. И сегодня, как я обещал, будет обзор, сравнение, наверное, еще более интересных танков, по крайней мере для меня. Ребят, я попробую еще раз и, наверное, финально, потому что у меня уже мозоль на языке. Я повторяю, я специально, целенаправленная, я говорю тебе, чувак из комментариев, я специально, целенаправленно сравниваю разные по геймплею танки. Не для того, чтобы понять, кто сильнее из этих танков, а для того, чтобы люди выбрали и определились для себя, что круче. А может быть, например, у тебя там или у кого-то еще там, у твоего друга не было, например, вот вафли, а была 704-ка. И, посмотрев это видео, ты реально захотел ее вкачать себе. Были случаи, и мне об этом писали люди. Посмотрев видео, Вася, я хотел, например, тебе выкачать ИСУ-152 или просто выкупить ИСУ-152. Пацаны, я делаю специальный обзор того, что мы не можем, по идее, сравнить разность геймплея. Все, ааа, не могу. Итак, сегодня 704 и вафелька. Ребят, оба танка девятого уровня, оба прокачиваемых. Один у нас идет перед 268, 704-ка, а вафелька идет перед грилем. Следующее, пацаны, сравнение будет вообще неоднозначно. 268 и гриль. О, боже, как можно сравнивать. Да, оно будет. Вот, пацаны, что хочется сказать сразу про эти два танка. Естественно, пацаны, я вам не советую одним из первых топов, пусть топ ПТ, пусть топ вообще в топов в игре выкачивать гриля. Потому что на пути вас будут ждать борщ и вафли. И, как мы все прекрасно знаем, они более скиллозависимы. И вафли не исключение. Ребят, надо помнить, что у вафли углы склонения орудия работают только на борт и на корму. То есть, там их порядка 10. Наперед, напередок не работают вообще. Но вы можете стрелять прямо и наверх. Все. Это надо помнить. Если даже вы будете это у себя в голове держать, вы, как правило, не сможете это применить. И я тому не исключение, пацан. И мне было сложно катать вафлю. Реально сложно. Сейчас она стала более эффективной. Ей, конечно же, поубавили ДПМ. По-моему, она стала более косая. Но противоосколочный подбой на самом деле решает очень многие проблемы. И даже когда в тебя хотят зарядить фугасик, ты хоть как-то более-менее защищен. Вот. В отличие от предыдущих годов. Вот. 704-ка, я вам сразу здесь и сейчас заявляю. Она больше подходит новичку. Танкует непонятно чем. Есть фальш борта. Достаточно быстрая. Может стоять в кустах. Вот. Почему бы и нет? Я считаю, да. Может врываться, если вы в топе. В топе это просто бомба. Вафлю, даже находящуюся в топе, могут закидать фугасами. И хана вафля. Это что-то может танкануть. В общем, ну не про это, ребят. Пару. Я быстро-быстро-быстро пробегусь по параметрам. Орудие, естественно, ББшка у 704-го пробивает лучше. Кумули круче у вафли. Вафли я катаю по старинке, ребят. Ничего, испокон веков не меняется. Калиброванные снаряды, чтобы прошибать на 94 где-то кому-то даже в борт фугасиком. Это чтобы постоять по ПТ-шить и, например, через полкарты закидывать. Ну, чтобы брать меч упреждения. И даже с этим увеличенным зарядом ты иной раз видишь, как снаряд летит, как парашютик. И не попадает. Вот. Противоскочный подбой. Калибровка прицела. Конечно же. Если говорить про новый снарягу, то, наверное, калибровка не нужна только грилю. Потому что он и так самая, наверное, точная ПТ-10. Вот. 704-ка. Усиленная броня. Я рассчитываю, что я буду что-то танковать. Защиты комплекс ставлю, чтобы быстрее двигаться. Естественно, подкрученные обороты. Но, пацаны, ну, сорян. Я не я, если не ставлю калиброванные. Вы уже меня, извините, имеем 300 и 345. Может быть, ты не согласишься и поставишь плюс 207 к ДПМу. Твое дело. Мы сравниваем одинаковую мощь орудия. Ну, чтобы она была приближена к условиям. Ну, просто-напросто, например, если здесь я могу поставить одинаковую оборотку, то вот здесь в броне нет смысла этого ставить. А остальное все идентично. Ребят, предлагаю начать наш обзор, наше сравнение именно с Объекта 704. Мне он в свое время очень сильно нравился. Я на нем катал достаточно много. Честно, я вам могу сказать. Но делал это, ребят, делал я это, когда вафля не давалась. Ну, вот не понимал я сначала игру на вафле. Вот. После того, как я, конечно, осознал, как работает уплыскание орудий на вафле. Что нужно ставить из оборудки, с амуницией. Вафля заиграла новыми красками. В особенности, когда она играется в топе. 704. Пацаны, никогда не делайте ошибку. Я иногда встречаю в рандоме таких людей, которые катают на 704 на обрубке. То есть на орудии 6 уровня. Его противопоказано ставить-то на ИСушку. А тут мы говорим про танк 9 уровня. Который попадается с десятками. Так что ты сделаешь? Скажите, пожалуйста, что ты делаешь? Е100 на обрубке какому-нибудь. Ничего. Все верно. Поэтому, ребята, ни в коем случае. Все в топе. Все на 100% должно быть выкачано. Чтобы, во-первых, танк показал себя с нужной стороны. То есть он должен предстать перед вами, так скажем, во всем обмундировании. Чтобы вы не разочаровались ни в коем случае. Но и все-таки статистика, ребята, на самом деле, ну ее не купишь. Если вы, конечно же, нуждаетесь в том, чтобы там в какие-то циферки иногда мочь. Все, ладно, пацаны. Там 1000 урона у меня только есть. Мы играем против десяток. Поэтому, несмотря на то, что танк играется, ну реально, и от кустов, и где-то прям от раша, я предпочитаю какое-то время постоять. Вот. Посмотрели, что никого. Ну вот, по крайней мере, никто нам не угрожает. Можно ехать. Шерик. Так, хорош. 605. Ну и, конечно, ребята, никто не отменял особенность 704-ки к танкованию. Вот у меня сейчас ПТ-ш какая-то не пробила. Какая-то вафля или гриль. На самом деле, кто из них, я не знаю. Гриль кодешится быстро, поэтому я, наверное, не буду. Пробую танковать. Эх, так, я хотел, пацаны, дать БК, но не вышло. Ладно. Если будут объезжать, будет проблема. Вот если они сзади. А, в принципе, скорость у гриля есть. А. Ну, старик ушел в стратосферу, по всей видимости. Хорошо. Так, гриля. Гриль, кстати говоря, он светится-то быстрее, чем 700. О, чем этот. Чем вафля. Ой, ты без противосколочного подбоя? Чувак, это... Я же говорил об этом. Ну, ладно, я буду еще об этом говорить. Чувак, вот на вафле кто играет? Посмотри, пожалуйста, мое это видео, и я там буду прям рассказывать, что не нужно делать на вафле. Первое, что не нужно делать на вафле, это не брать противосколочный подбой. Вафля во многом, если вы познаете ее геймплей, во многом удобнее играется. За счет того, что есть рубка. Это, конечно, факт. Шерик, я за тобой не буду ГДС, вот, тем более тебя уже там ополовинили. Ну, пацаны, бой не прям такой мега настреленный, конечно. Не с мега настрелом. Не было супер какого экшена. Но, по сути, против танков 10 уровня я вам рекомендую играть именно так. То есть, спокойно постояли, посмотрели, что фланг с левой стороны вообще никто не продавливает. Там убили 50 бэшку, доедали мауса, все, переключились на фланг СТ. А 704-ка за счет читерности иногда может вам простить какие-то ошибки, какие-то непробития. Но так, что постоянно рассчитывать на его броню точно не стоит. Ну, нет у него там такого количества брони, чтобы на это рассчитывать. Ребята, ну что, переходим к танку вафля. Вафля, вафля, как ее только не называют. Так мне очень сильно нравится. Особенно, когда я понял, как на нем нужно играть. Признаюсь честно, ребят, сначала, ну, наверное, около 4 лет назад вообще не врубался, что нужно делать на вафле, чтобы успешно настреливать урон, чтобы что-то получалось. И самое главное, чтобы хотя бы какое-то время пожить. Раньше тебя просто закидывали фугасами, и ты одуплялся. Сейчас это чуть-чуть становится проще, потому что есть все-таки противоосколочный подбой. Но это никаким образом, ну, в какой-то степени не упрощает сам геймплей этого танка. То есть, все равно, играть нужно аккуратно, ребят. В любом случае, на любом, будь то 704-ка, будь то вафля, играть нужно аккуратно. Потому что все-таки это ПТ, ребята. Их в первую очередь будут всегда фокусить. Ну, помимо там каких-нибудь СТ-шек, которые упарываются. Но всегда, когда ты выцвечиваешь, например, ПТ-шку, как правило, скидываются именно по ней. А вафля в этом плане не особо живчик. Ну, мягко говоря. Все-таки, если будет стоять какая-нибудь 704-ка и вафля, естественно, полетят фугасы именно в вафлю. Патент, ну, я тут. Если что, я тут. Тут нужно понимать, пацаны, что такое углы склонения орудия. Что они работают на борт и на корму. Что спереди ваше орудие во лбу корпуса поднимается только наверх. То есть, это все приходит потом с опытом. Так, ну, Патент, мы с тобой остались вдвоем. Правильно я понимаю? А кого ты атаковать-то будешь? Кого ты атаковать-то будешь? Пока атаковать некого. Сейчас я засвечусь и тоже уже одуплюсь. Но пока кустик, пацаны. Живодейственный куст. Маскировка с учетом того, что... С учетом того, что она, по-моему, на 3 единицы хуже, чем у 704. То есть, там 70. Здесь эта цифра равна 67. Нужно не забывать, ребята, о таком важном параметре, как... То, что рубка твоя, если ты ей вращаешь, она не ухудшает твою маскировку. Вот. На 704, ну, ты должен понимать, что у тебя при довороте корпуса, если тебе не хватает углов горизонтальной наводки, при довороте корпуса маскировка падает. Так, 373. Ну, вот фугасная лихорадка, пацаны. О чем я и говорил. Что иногда то, что ты хочешь зарядить вафлю фугас, будет работать на тебя, не против. Паттон, пожалуйста, друг, живи. Я тут, я тебя прикрываю. Не, ну, конечно, фугасом чисто теоретически... А, на 71. Ага. Так, 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 так. Кстати говоря, мне показалось, что я должен был попасть в какой-то лючок, но нет. Мне понравилась игра бабахи, ребят. Просто она встала чуть ли не по центру и хотела что-то... Не знаю, танкануть он хотел. Что он хотел сделать, я не знаю. Так, 2600 каких-то пацаны я настреливаю. Конечно, это не весь что, но хотя бы что-то, ребят. Ну, видите, да? Ну, непонятный разъезд. Непонятная ситуация. Сдохнет Паттон, не сдохнет. Будет ли он там какое-то время хотя бы жить, не будет. То есть, ну, вот... Если бы я поехал, меня, как правило, бы, наверное, раскидали. Потому что, ну, все-таки твоя точность отличается от точности танков тех же средних, там. Либо же даже некоторых... Ё, просто это... Либо даже некоторых тяжей. Твоя точность оставляет желать лучшего, и меня не попадает бабаха. Ну, 3000 есть, и бог с ним. Пускай будет хоть что-то. Это в любом случае не ноль. Вот. Вафля играется аккуратно, ребят. Как только вы поймете, что это такое, вы точно скажете, Вася. Слушай, я тоже голосую всецело за вафлю, потому что она просто интереснее. Ну, 704, ребят, ну, она, знаешь, так потом, когда вы накатаете там, блин, тысячу боев даже, она будет для вас скучной. Так что вот так, парни. В любом случае, правильно сделайте выбор. Я думаю, что для начала в вашем ангаре должна появиться объект 704, потому что он проще. Он позволяет что-то где-то танкануть, совершать какие-то ошибки. После чего, возможно, ну, на свой страх и риск вы себе выкачи вафлю. Вот, вафля сложнее, во всем сложнее. Но, когда вы познаете ее геймплей, вам будет, конечно же, играть, ну, просто она будет дарить вам бурю эмоций. Вы будете кайфовать от игры на этом танке. Все, ребят, всем до новых встреч. Пока-пока. Поставьте лайк, если понравилось видео. Напишите комментарии. До новых встреч. Пока-пока.